Хотелось бы порекомендовать вам канал Vampirium777. Канал довольно старый, так что вы найдёте на нём озвучку множества страшных историй самой разной длины. Ссылку на канал ищите в описании к видео. Виктор Глебов. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Истребители чудовищ. Спустя неделю после публикации первых диктофонных записей на мой почтовый ящик пришло новое письмо. И снова без всяких комментариев. Полагаю, отправитель удовлетворён тем, что я сделал с первыми файлами. Впрочем, возможно, он понятия не имеет, что его история была обнародована. Так или иначе, я снова перепечатал аудиозапись, отредактировал, причесал и, вырезав очередную порцию смачного мата, представляю на ваш суд. Признаться, в этот раз я кое-что написал таинственному адресанту. Не уверен, что получу ответ, но буду ждать. Хотелось бы, по крайней мере, понять, с кем я имею дело. С автором диктофонных записей или их случайным обладателем? Файл номер 2. Старая церковь. Расшифровка диктофонной записи от 27 июля 2018 года. Кажется, я говорила, иногда мы выполняем частные заказы. Даже таким самоотверженным борцам со злом, как Феликс, надо на что-то покупать жратву, бензин, шмотки и прочие вещи. Мой спутник, конечно, аскет, но под открытым небом нам приходится ночевать довольно редко. Впрочем, мне-то не привыкать. Для Гуля любые развалины всё равно, что дом родной, которого у меня никогда не было. Квартиры, что я снимала в последнее время не в счёт. Временные пристанища, которые ты готов при необходимости в любой момент покинуть, домом считать трудно. Тем более родным. В отличие от ифритов, рождённых из огня, я появилась на свет из воды, вышла из грязного, вонючего пруда на придорожном кладбище, расположенном в Аравийской пустыне. Там я и познала впервые вкус человеческой плоти. Мёртвый, разумеется, но ещё не совсем разложившийся. С тех пор прошло около тысячи лет, и вот я оказалась на провинциальной дороге, в видавшем виды джипе в компании бородатого мужика, решившего посвятить остаток жизни истреплению нечисти. К счастью, ненадолго. Однажды срок нашего с ним договора истечёт, и я освобожусь. Может быть, через год или через два, да хоть через пять. Для меня это не имеет большого значения. В отличие от Феликса, дни моей жизни продлятся до страшного суда. Возможно, мы даже встретимся с ним тогда, хотя это маловероятно. Но я отвлеклась. Пора вернуться к нашим баранам. В общем, у Феликса есть сайт. Тухленький, но есть. Иногда его отыскивают сумасшедшие и шутники, которые пишут, что их, мол, одолевает полтергейст или призрак, невинно убиенной грузовиком кошки. Однако порой дело оказывается серьёзным. Редко, конечно, но бывает. А ещё Феликсу звонят знакомые знакомых, которые в курсе, чем он занимается. Его рекомендуют и всё такое. Короче, мы отправились в какой-то богом забытый Тумильск, расположенный всего в километре от плотины ГЭС, чтобы выслушать жалобы тамошнего бизнесмена по поводу невменяемой, но тем не менее горячо любимой дочурки. Не стану забегать вперёд и выкладывать все карты разом, рассказывая, от чего с ней приключилась беда. Имейте терпение. Как говорится, сначала надо доехать. Тумильск оказался на порядок выше, чем я ожидала. В том смысле, что не совсем грязной дырой, где по улицам бегают крысы, а шелудивые псы дохнут прямо у помойк, отравившись выброшенной колбасой. Просто дырой. Даже с претензией на уездный шик, который заключался в салоне красоты Белла и супермаркете. Но меня эти ухищрения не обманули. Видала я вывески получше, за которыми скрывались, да что только не скрывалось. Короче, Тумильск меня не поразил ни архитектурой, ни жителями. По улицам слонялись чумазые дети, похожие на киношных зомби-алкаши и толстые бабы в пёстрых лосинах, только что не трескавшихся на целлюлитных ляжках. К счастью, на красоты и достопримечательности мне плевать, а людей я рассматриваю исключительно с гастрономической точки зрения. Мы прибыли по делу, и я надеялась, что на этот раз награда окажется посущественней. В июне пришлось довольствоваться мертвечиной, а это, несмотря на расхожие убеждения, далеко не самый предпочтительный рацион гулей. Проглотив слюну, я взглянула на Феликса. Он почти ничего не рассказал о предстоящей охоте. Это была его обычная манера. Я узнавал о подробности либо по ходу дела, либо в самом конце. «Почему мы не убиваем чудовищ в столице?» спросила я, когда Феликс свернул с главной улицы Тумильска, и джип покатил между рядами трёхэтажных домов из потемневшего от времени грязи кирпича. «Почему таскаемся по захолустьям?» Феликс взглянул на меня с лёгким удивлением. Обычно я не заводила диалог первой. «Потому что в больших городах трудно оставаться незамеченными», ответил он нехотя. «Ну да, так-то мы приехали-уехали, и поминай, как звали». Автомобиль сделал ещё пару поворотов, и впереди показались аккуратные новенькие коттеджи, обнесённые заборами из гофрированного железа. Феликс подъехал к особняку с красной черепичной крышей, остановился возле ворот и достал телефон. «Алло», — проговорил он спустя полминуты, «мы прибыли, стоим перед домом». Створки с тихим жужжанием разошлись в стороны, и мы въехали во двор. Уж не знаю, то ли дела у бизнесмена шли хорошо, то ли земля стоила в Тумильске дёшево, но участок показался мне приличным, как в плане размеров, так и в смысле построек. Хозяин вышел на крыльцо в трениках и футболке, обтягивающей объёмный живот. Лысый, приземистый, с волосатыми руками. Мясо сало, короче говоря. Я облизнулась, но поспешно спрятала язык, когда заметила, что Феликс смотрит на меня. «Пойдёшь со мной», — сказал он. Я вылезла из джипа вслед за ним. Потянулась, разминая мышцы после долгого сидения в машине. Где-то в спине хрустнула. «Эх, старость, не радость!» Мы подошли к хозяину коттеджа. Тот протянул руку Феликсу. «Николай, я вас ждал!» «Поэтому мы и приехали!» Феликс пожал пухлую ладонь клиента. «Где ваша дочь?» «Полина, правильно?» Бизнесмен кивнул. «В своей комнате. С ней врач». «Что, ухудшения?» «Да вроде нет. Но ей лучше не становится». «По-прежнему бредит?» «Угу. А новая что-нибудь говорила?» «Я записывал, как вы и велели. Все файлы на ноутбуке». Клиент провёл нас к лестнице, ведущей на второй этаж, и остановился. «Может, надо вызвать психиатра?» Спросил он. «Посмотрим», — отозвался Феликс. «Это всегда успеется, если что». Николай кивнул. «Хорошо, идёмте». Мы поднялись на второй этаж. Бизнесмен осторожно приоткрыл одну из дверей, заглянул в комнату, а затем вошёл и поманил нас. Переступив порог, я увидела лежавшую на кровати девушку с разметавшимися по подушке рыжими волосами и бледным лицом. Тёмные круги под глазами, безумный взгляд, запёкшиеся губы. Она явно была больна. Феликс сделал мне знак отойти в тень, а сам приблизился к постели. Мужчина лет сорока вопросительно посмотрел на Николая. Это, конечно, был врач. «Иди вниз пока», — кивнул ему бизнесмен. «Я тебе потом объясню». Медик приподнял брови, но спорить не стал. Когда он убрался, Феликс сел на стул у изголовья. «Полина», — позвал он. «Ты меня слышишь?» «Кто это?» — слабым голосом пролепетала девушка. «Я вас не знаю. Уходите». «Эти люди тебе помогут», — вмешался Николай. «Поговори с ними, милая, пожалуйста». Девушка повернула голову и уставилась на Феликса. «Полиция?» — спросила она. «Нет-нет», — поспешно сказал бизнесмен. «Это мы помогаем тем, кто столкнулся со сверхъестественным», — закончил за него Феликс. «Я подумала, что девушка не похожа на бредящего человека. Но в этот момент ее тело изогнулось, пальцы впились в одеяло, и Полина пронзительно закричала. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Николай издал отчаянный возглас. На его пухлом лице появилось плаксивое выражение. Феликс вопросительно взглянул на него. «Вот так, все время!» — сокрушенно сказал бизнесмен. «Пара нормальных фраз, а потом...» «Церковь, церковь, церковь!» — завела девушка громким шепотом. «Церковь, церковь!» «О чем она?» — насторожился Феликс. «Понятия не имею». «Она была в церкви?» «Я не знаю». «Поблизости есть храм?» «Нет». «То есть в городе есть, но не рядом. Километра полтора ехать надо, а может и больше?» «Ваша дочь ходит в церковь?» «Не замечал». «А вы?» — Николай отрицательно покачал головой. «Надо. Я могу свечки там поставить или...» «Как угодно». Феликс поймал руку больной и нащупал пульс. «Учащенный», — сказал он спустя несколько секунд. «Что врач говорит?» «Что Полина в шоке?» «Отчего?» «Откуда мне знать?» «Если бы знал, не стал бы вас звать!» Феликс кивнул так, словно именно это и хотел услышать. «Полина!» — позвал он громко. Девушка не реагировала, продолжая шептать всего одно слово. «Церковь». «Ну!» — нетерпеливо проговорил клиент. «Что скажете?» «Гуля, принеси из машины чемодан!» — обратился ко мне Феликс. «И-и-и-и-и-и-и!» — завопила Полина, снова выгнувшись дугой. «Я подумал, может, одержимость!» — дрогнувшим голосом сказал Николай. «Ужастиков насмотрелись!» — услышала я прежде, чем выйти из комнаты. В чемоданчике Феликса чего только не было. Я не представляла, что именно понадобится ему на этот раз. Когда вернулась, увидела, что бизнесмен сидит на стуле, обхватив лысую голову руками, а Феликс связывает девушке ноги простынёй. Руки он ей связать не успел. Я поставила чемодан на тумбочку. «Считаете, поможет?» – спросил Николай. «Задёрните шторы», – сказал Феликс. «И перестаньте психовать, иначе мне придётся выставить вас в коридор. Вы создаёте нервозную обстановку, а сейчас требуется тишина и покой». Клиент поднялся и принялся неловко дёргать плотные занавески, пока в комнате не стало темно. Сквозь ткань проникало совсем мало света, можно было различить только очертания людей и предметов. То есть я это видела нормально, но понимала, что Феликс и наш оказались в сумерках. «Я не верю в гипноз», – проговорил Николай, вернувшись на стул. «По-моему, это всё шарлатанство». «Я не шарлатан», – отозвался Феликс, открывая чемодан. Он достал красную перчатку, к которой крепились многочисленные проводки, тянувшиеся к небольшой плоской металлической коробочке с одной-единственной кнопкой. «Нет, я не хотел сказать…» – бизнесмен запнулся. «Да какая разница? Помогите ей, если можете». «Постараемся». Феликс подошёл к девушке и положил одетую в перчатку руку ей на лицо, прикрыв глаза и часть носа. Когда он включил прибор, тот издал тихое жужжание. Полина продолжала шептать «церковь», но замерла, словно её вдруг парализовало. «Что это?» – встрепенулся бизнесмен. «Я думал, вы будете использовать маятник или…» «Есть средства получше», – перебил его Феликс. «Прошу, не мешайте! Гипноз – штука тонкая, и мне нужно сосредоточиться». Николай заткнулся, но не сводил глаз Феликса, который заговорил в полголоса обычные в подобных случаях слова. «Ну, там ваши веки наливаются тяжестью, и всё в таком духе». Однако я знал, что основной эффект производит машинка, которую он назвал дланью гипноза. Думаю, она каким-то образом воздействовала на мозговые волны пациента. Во всяком случае, Полина перестала бубнить. В комнате на миг воцарилась тишина, когда Феликс замолчал и прислушался к ровному дыханию девушки. «Полина», – сказал он, – «ты меня слышишь?» «Да». «Сейчас 21 июля. Ты пришла домой, поболтала с отцом и отправилась в свою комнату. Что ты там делаешь?» Девушка разлепила губы, беззвучно пошевелила ими, а затем заговорила. «Я беру телефон и звоню Игорю». «Кто это?» «Мой жених». Феликс бросил на Николая вопросительный взгляд. Тот кивнул, подтверждая слова дочери. «Продолжай», – сказал Феликс. «Ты дозвонилась до него?» «Да». «О чём вы говорите?» «Договариваемся о встрече. В кафе неподалёку». «Дальше». «Я начинаю собираться». «Хорошо». «Полина, вы уже в кафе». Я понимала, что Феликс расспрашивает девушку о том дне, когда с ней случилось нечто странное. Именно 21 июля она вернулась домой в том состоянии, в котором мы её застали. «О чём вы говорите с Игорем?» «Он хочет, чтобы мы встретились завтра у него. Приглашает меня. Ему нужно уходить. Он спешит». «Куда?» «Не знаю. Говорит, что по делам, но я не верю». «Почему?» «Мне кажется, у него есть другая женщина. Думаю, он мне изменяет». «Полина, почему ты так думаешь?» «Не могу сказать точно. Звонки, на которые он не отвечает, при мне. Отходит подальше, чтобы поговорить. СМСки, работы допоздна, совещания, эти уходы со встреч. Ты подозреваешь, что он тебе не верен. Что дальше?» «Соглашаюсь встретиться с ним завтра». «А потом?» «Он уходит. Я жду, пока он сядет в машину и отъедет. Потом иду к своей и следую за ним». «Зачем?» «Хочу узнать, что у него за встреча». «Ты подозреваешь, что он поехал на свидание с другой женщиной?» «Да». «Ты следуешь за ним. Куда он направляется?» «Загород. Не думаю, что на работу». «А где он работает?» «Не знаю. Он сказал, что менеджер по продажам компьютеров. Я не была у него в офисе». «Хорошо. Ты едешь за ним. Где вы?» «За городом есть старая церковь. Финская кирха». «Она заброшена. Игорь едет к ней. Останавливается и выходит из машины. Я тоже останавливаюсь. Он не видит меня, потому что я погасила фары». «Уже темно?» «Да. Не знаю, сколько времени. Думаю, часов девять». «Что делает Игорь?» «Идет к церкви. Я не понимаю, зачем он сюда приехал. Кирха заброшена. Там никого нет». «Что дальше, Полина?» «Он открыл дверь. У него есть ключ. Теперь возвращается к машине и открывает багажник». «Продолжай», девушка застонала. «Полина, что он делает?» – требовательно проговорил Феликс. «Скажи мне». «Он вытаскивает. Вытаскивает. Что?» «Ий!» – закричала вдруг Полина. «Ий!» – она заметалась на постели, вертя головой так, что рука Феликса соскользнула с её лица. Он выругался. «Что?» – Николай подскочил. «В чём дело?» «Транс прервался», – раздраженно ответил Феликс, стаскивая перчатку. «Потрясение слишком велико. Мы не сможем пробиться через психологический барьер. «Как это понимать?» Феликс сложил длань гипноса в чемоданчик. «Что-то слишком напугало её», — ответил он. «Просто до усрачки». «Она сказала, что следила за Игорем», — растерянно проговорил бизнесмен. «Зачем он заходил в ту церковь? Это нам предстоит выяснить. Где он, кстати? Объявлялся после возвращения Полины?» «Да, конечно. Вот и вчера приходил. Очень переживает за неё. Ну, то есть, мне показалось». «Как ваша дочь отреагировала на его присутствие?» «Да никак. По-моему, не узнала». «Возможно, подсознание Полины заблокировало образ жениха, если то, что её напугало, связано с ним». «Да что он мог такого сделать?» Феликс задумчиво погладил бороду. «Они оставались наедине? Хоть ненадолго?» «Нет. Я был всё время тут, с ними». «Уверены?» Бизнесмен задумался, потом кивнул. «Да, я никуда не уходил». «Ладно. Этот Игорь обещал ещё зайти. Кажется, завтра». «Есть его адрес?» «Нет. Полина, конечно, знает, но...» Николай выразительно развёл руками, взглянув на дочь. Мол, сами видите, у неё не спросишь. Феликс прошёлся по комнате, отодвинул занавеску, впустив свет. «А что вам известно про кирху?» — спросил он. «Ну...» «Да ничего, в общем-то». Бизнесмен пожал плечами. «Она давно заброшена. Честно говоря, даже не помню, чтобы она когда-нибудь была открыта. Кажется, её построили финны. А может и нет». «Надо выяснить об этой церкви всё», — обратился ко мне Феликс. «Я этим займусь. Ты жди меня тут. К девушке не должны приходить посторонние, только врач и отец». «Поняла», — Феликс взглянул на Николая. «У вас же найдётся для нас комната на пару дней». «Конечно. Считаете, Полине можно помочь?» «Постараемся. Но никому ни слова. Особенно жениху, если вдруг заявится раньше завтрашнего дня». «Я понял. Это в интересах Полины». «Ясно, ясно. Буду молчать, как рыба». «Вот и прекрасно», — Феликс подхватил чемоданчик. «Покажите, где нам бросить кости». Я вышла из ванной, держа полотенце в руке. Вытираться не стала. Моё тело блестело в свете настольной лампы. Капли воды дрожали на нём или стекали. Стройные ноги, плоский живот, грудь пятого размера, крепкая круглая попка. Всё, как любят мужики, насколько я могу судить. Иногда я пытаюсь соблазнить Феликса. Он, конечно, не поддаётся, но мне нравится его дразнить. Меня это забавляет. Когда ты вроде гончий, развлечений не так уж много. В кино и по театрам мы не ходим, так сказать. «Не хочешь расслабиться?» — спросила я, покачивая бёдрами. «А то ведёшь жизнь аскета прямо. Ты не монахом был раньше?» «Нет», — ответил Феликс, взглянув на меня поверх книги. Он читал какие-то сказки. Странный выбор для взрослого мужика, конечно. Книга выглядела потрёпанной. Должно быть, он взял её в местной библиотеке. Весь день Феликс где-то болтался, узнавая про Кирху. Мне, естественно, о результатах своих изысканий ничего пока не рассказал. Как я уже говорила, не в его этом манере. Придёт время — узнаю. «Мы могли бы отлично провести пару часов», — сказала я, садясь на кровать возле Феликса и подняв руки, чтобы вытереть волосы. «Не будь ханжой. Разве моё тело тебе не нравится? По-моему, оно просто отличное». «Ты забываешь, что я видел тебя в истинном обличье», — отозвался Феликс. «Ну и что? Сейчас-то я выгляжу как женщина. И у меня всё, что надо, на месте. Угу. Включая копыта. А ты на них не обращай внимания. Гуля, хватит. Ты отлично знаешь, что я не собираюсь с тобой трахаться. Мы это уже проходили. Чёрт, да ты ведь даже не женщина!» Феликс усмехнулся. «И потом я отлично понимаю, что ты меня на дух не выносишь и ждёшь, не дождёшься, когда закончится действие нашего договора». «И ты знаешь, зачем?» — пропела я, глядя Феликсу в глаза. «Именно, что знаю». Я встала и направилась к стоявшему на столе рюкзаку, чтобы одеться. Когда мы где-то останавливались, то никогда не распаковывали вещи, не раскладывали по ящикам и не развешивали в шкафу. Просто потому, что нигде не задерживались надолго. Я натянула бельё, футболку и свободные штаны. «Сегодня вечером отправимся посмотреть на церковь», — сказал Феликс. «Устроим засаду? Не знаю, приедет ли туда Игорь. Ну, если да, поглядим, что он там делает». Судя по реакции Полины, едва ли молится. Феликс медленно покачал головой. «Сегодня я съездил туда, осмотрелся. Дверь заперта, нижние окна заколочены. Церковь небольшая, но неплохо сохранившаяся. Пара башенок обрушена и проломлена крыша, а в остальном не такие уж и руины. Я почувствую, если с кирхой что-то не так. Знаю». Феликс положил книгу на тумбочку и отправился в ванную. Когда он открыл воду, я взяла потрёпанный томик. Собрание русских народных сказок под редакцией Афанасьева, том третий, в который включены истории про ведьм, мертвецов и упырей. Интересно, что Феликс хотел в них отыскать? Он не читал для развлечения, это я давно поняла. Просмотрела оглавление. Несколько названий привлекли моё внимание. Что ж, полистаем. Джип откатил к маленькой серой церкви в готическом стиле. Никаких наворотов, архитектура у кирхи оказалась, как я и предполагала, очень простая. Крошечная роза, правда, имелась, но без стёкол, просто чернела над входом. Если когда-то там и был витраж, то теперь от него не осталось и следа. Феликс объехал церковь и свернул на едва приметную тропинку, уходящую вглубь соснового леса. Там мы оставили машину, а сами пошли назад. Времени было восемь вечера, нарочно приехали заранее, чтобы не столкнуться с Полининым женихом, если он нагрянет. С девушкой оставили отца и доктора, наказав обоим не впускать к ней никого. И, разумеется, не говорить про нас. Возле входа в кирху Феликс передал мне пластиковый чемоданчик, а сам достал отмычки. Ему понадобилось две минуты, чтобы открыть замок. Кстати, выглядел тот относительно новым. Не вчера, конечно, повесили, но и не сто лет назад. Феликс справился бы с ним и быстрее, но он старался не оставить на металле царапин, чтобы Игорь не заметил, что с механизмом повозились посторонние. В ветвях сосен раздалось пронзительное карканье. Вороны почуяли возможную добычу и начали слетаться. Мерзкие нахлебники. Никогда их не любила. Мы вошли в церковь и прикрыли за собой дверь. Было темно. Под ногами что-то хрустело и шуршало. Феликс и я зажгли фонари. Бледные лучи запрыгали по полу и стенам, освещая голый камень. Штукатурка почти везде обвалилась. Никаких росписей или позолоты не осталось. Под потолком раскачивалась на ветру прикреплённая к тёмным стропилам паутина. Её было много. Похоже, пауков десятилетиями никто не тревожил. Мы прошли по сухой листве, нападавшей сквозь пролом в крыше и копившейся в церкви годами, мелким веточком и мышиным скелетом. Ближе к алтарю место оказалось расчищено. Я даже заметила метлу, прислонённую к колонне чуть поодаль. Феликс наклонился и тщательно смотрел потрескавшиеся плиты пола. Если он рассчитывал обнаружить следы мела, огарки, свечей или воск, то его ждало разочарование. Камень был чистым, если не считать покрывавших его больших тёмных пятен. «Проверь», — сказал Феликс, распрямляясь. Я послушно опустилась на четвереньки, а затем улеглась на пол. Пахла тленом, гнилью, землёй и кровью. Смертью, короче. Высунув язык, я провела им по шершавому камню. Рот наполнился слюной, желудок сжался. «Это кровь», — сказала я, поднимаясь. «Человеческая, свежая, не сегодняшняя и не вчерашняя, но пролита недавно. Видимо, в ту ночь, когда Полина пришла сюда вслед за женихом». «Вероятно». Феликс пошарил лучом фонаря по сметённой в стороны листве, подобрал торчавшую из неё палку и несколько минут ворошил мусор. И я поняла, что он искал останки, хоть какую-нибудь улику, подтверждающую, что в старой кирхе убили человека. Наконец Феликс наклонился и что-то поднял. «Фаланга пальца», — сказала я, когда он продемонстрировал мне находку. «Поищем ещё? Нет, этого достаточно. Что ты чувствуешь здесь? Игорь, обычный убийца или есть ещё что-то?» Вопрос следовало понимать так. Вызывать полицию или найдётся работа для нас? Я бы здесь не осталось ночевать. Почему? Очень плохое место. Тут поселилась смерть, причём давно. Многие умерли. Я не договорила, потому что снаружи донёсся звук мотора. «Кто-то едет». У Феликса слух не такой чуткий, как мой, но он, конечно, мне поверил. «Валим отсюда». Мы выскочили на улицу, и Феликс быстро защёлкнул на двери замок. Между деревьями показался призрачный свет фар. Пока мы были в кирхе, совсем стемнело. Сосны окружали церковь плотной чёрной стеной. Над мохнатыми вершинами висел едва различимый затучий месяц. Нетерпеливо крикнула ворона. «Сюда!» Феликс побежал к ближайшим кустам. Я последовала за ним. Едва мы улеглись в траву, показался автомобиль. Кажется, форт. Выехав на поляну перед кирхой, он остановился, светя фарами на церковь. Из машины вышел парень лет двадцати семи в камуфляжной ветровке и чёрных штанах карго. На несколько секунд он замер, словно прислушиваясь, а затем направился к двери кирхи. В руке у него был фонарь. Я взглянула на Феликса. Он улыбался. «Игорь, разумеется, это был он». Подошёл к церкви, открыл замок и нырнул внутрь. В узких оконных проёмах заметался призрачный свет. «Подождём», — проговорил Феликс в ответ на мой взгляд. Спустя пару минут Игорь вышел. Он открыл багажник и с трудом выволок из него, перетянутый в нескольких местах верёвка и чёрный пластиковый пакет. Взвалив его на плечо, медленно вернулся в кирху. «Я узнал, что эту церковь когда-то окружали легенды», — шепнул Феликс. «Почти сразу после постройки пошли слухи, будто она проклята. Местные утверждали, что место нечистое, будто бы раньше тут находилось языческое капище. Но купец, строивший церковь, видимо, решил, что христианский господь сильнее Перуна и прочих старых славянских богов. Тем не менее, многие не ходили в кирху, потому что младенцы, которых в ней крестили, быстро умирали, а браки, заключавшиеся в ней, заканчивались смертоубийством или ещё каким-нибудь несчастьем. Потом, уже в советское время, поговаривали, что в церкви поселилось зло, будто бы пропадали люди в округе, а в кирхе по ночам горели колдовские огоньки. Когда её хотели снести коммунисты, ничего не вышло. Динамит закладывали, но фитиль трижды газ. «Мне кажется, Игорь отнёс внутрь тела», — прервала я Феликса. Тот кивнул. «Наверняка. Но оно, судя по всему, мёртвое. Впрочем, ты права. Пора вмешаться». Он встал и побежал к церкви. Я последовала за ним. Мы остановились в нескольких шагах от входа. Из кирхи доносилось невнятное бормотание и тихое пощёлкивание, словно кто-то лопал пузырьки на упаковочном полиэтилене. «Я сниму три печати», — предупредил Феликс. «Не думая, что понадобятся все твои силы, чтобы справиться с этим женишком». Я приподняла голову. «Люди в тумильские окрестностях до сих пор пропадают», — сказал Феликс, едва слышно, отстёгивая медальоны с моего ошейника и тем самым снимая ограничения, наложенные на меня договором. В основном молодые женщины и девушки. Не очень часто. Примерно четыре раза в год. Полиция не нашла ни одной. «Я смотрю, ты времени даром не терял». Феликс спрятал в карман три из пяти печатей «Малика» и достал из подмышечной кобуры пистолет. Кольт 45-го калибра, слегка модифицированный каким-то его знакомым. «Давай», — шепнул Феликс, гивнув в сторону двери. «Дамы, вперёд!» «Ты настоящий джентльмен», — я растянула губы в подчёркнуто фальшивой улыбке и проскользнула внутрь церкви. Только теперь я обратила внимание, что звуки, доносившиеся из кирхи, стихли. Игоря нигде не было видно. На расчищенном месте лежал пластиковый мешок. Я двинулась к нему. Мои глаза позволяли видеть неплохо, а вот Феликс брёл за мной наугад. Фонарь он зажигать не стал. Если он рассчитывал застигнуть Игоря врасплох, то номер не прошёл. Тот либо услышал нас, либо просто отлучился в какое-то из помещений церкви. И теперь, конечно, вернувшись, сразу должен был увидеть незваных гостей. Лишившись части ограничений, я чувствовала не просто тёмные эманации, присутствовавшие в заброшенной кирхе. Всё здание буквально пронизывало зло, оно сочилось изо всех щелей и пор. Я словно шла по чёрному маслянистому болоту, наполненному кровью и гноем. Разумеется, дело было не в Игоре. Ни одному человеку не под силу создать такой негативный фон. Когда я вступила на расчищенное пространство, мне послышался тихий шорох со стороны резницы. Моя поднятая рука указала Феликсу направление. Пластиковый мешок был раскрыт. Я увидела бледное женское лицо. Даже с расстояния в пару шагов стало ясно, что это не только что убитый человек. Его не было на свете уже несколько дней. Я быстро подошла и расстегнула мешок до конца. На большом пальце ноги болтался картонный номерок. Труп привезли из морга. Я сняла ярлык и показала Феликсу. Он кивнул и двинулся в сторону резницы, на которую я указала ему. Раздалось тихое пощёлкивание, и в тот же миг я поняла, что мне нужна вся моя сила, чтобы справиться с тем, что обитало в кирхе. Это всюду нахлынула вонь. Она затекала в ноздри, струилась по пищеводу, заполняя желудок, резала глаза и обжигала ноздри. Древнее, мощное зло! Я схватила проходившего мимо Феликса за рукав. Он резко обернулся. «Снимай печати! Быстро!» «В чём дело?» Феликс не чувствовал грозившей нам опасности и не понимал, зачем освобождать меня из-за обычного человека. Игре он, разумеется, не боялся, и три печати снял просто на всякий случай. «Здесь есть кто-то ещё!» – быстро зашептала я, чувствуя, как сгущается вокруг нас вонь. Феликс, однако, судя по всему, запаха не ощущал. «Слушай», – начал было он, но тут по нам скользнул луч фонаря, и из темноты вышел Игорь. Вид у него был растерянный. «Вы кто такие?» – спросил он визгливо. «Туристы», – ответил Феликс. «Осматриваем местные достопримечательности. А вы кто? Священник?» «Что? Какой ещё священник?» «Мы решили пожениться», – Феликс приобнял меня за плечи. «Обвенчайте нас, отче! Соедините священным союзом любящие сердца!» Он глумился, не понимая, что нам грозит. Мы теряли время. Надо было срочно снимать печати Малика, а не лясы точить. «Убирайтесь!» – закричал, наступая Игорь. Фонарь в его руке плясал. «Это… частное владение! Я…» «Что?» – перебил Феликс. «Вызовешь полицию!» Он красноречиво указал глазами на труп в мешке. Снаружи донёсся протяжный волчий вой. Никогда бы не подумала, что в здешних местах могут водиться звери крупнее белки, но мне было не до размышлений о фауне Тумильска. «Да сними ты печать, идиот!» – заорала я, сбрасывая руку Феликса. Он от неожиданности отступил. «Ещё бы! Не привык, что я повышаю голос и вообще что-то от него требую». И тут со стропил соскользнуло с тихим шелестом нечто оранжевое, длинное и блестящее. Оно шлёпнулось между нами и Игорем, свившись крупными кольцами и с бешеной скоростью перебирая многочисленными ножками. Остро запахло сырой землёй гнилыми фруктами. Феликс, надо отдать ему должное, среагировал мгновенно. Пистолет взметнулся, грянули выстрелы, кирха осветилась всполохами. Игорь бросился к двери, но я настигла его в два прыжка и повалила. Очень хотелось сомкнуть на обнажённой шее зубы, но я понимала, что Феликс наверняка захочет допросить его. «Если, конечно, мы оба не погибнем в этой проклятой кирхе!» Я ударила Игоря головой о каменной плиты и обернулась. Тварь походила на гигантскую скалопендру, только передняя часть её длинного тела напоминала человеческий торс. Покрытое бесформенными пластинами лицо оказалось железным, как и длинные острые пальцы, растопоренные наподобие занесённых для удара львинных когтей. Тварь извивалась, возвышаясь над Феликсом. Оранжевый хитин переливался искрами в свете упавшего на пол фонаря. Я бросилась к ней, особенно не рассчитывая на победу. Для схватки с чудовищем такого уровня мне требовалась свобода трансформирования. Но договор требовал спасти Феликса, который уже выпустил в монстра весь магазин и теперь отступал, доставая из кармана следующий. Пули, насколько можно было судить, не причинили чудищу особого вреда. Вероятно, потому что были обычными. Теперь, впрочем, Феликс достал красный магазин. Так он маркировал пули, сделанные по специальной технологии. Подробности он мне не раскрывал. Да я и не интересовалась. Но они поражали оборотней, упырей и некоторую другую нечисть, обладающую плотью. По полу скользнуло, взметая ворох листьев гибкое тело. Оно мгновенно обвило Феликса до пояса, острые конечности впились в него множеством огромных игол. Я услышала вырвавшийся стон. Феликс поднял руку и выпустил в монстра подряд шесть пуль, прежде чем тот вырвал у него пистолет и отшвырнул оружие вглубь кирхи. Торс с железным лицом приблизился к Феликсу, и только теперь я увидела, что на этом лице нет глаз. Вернее, они были закрыты. Похоже, чудовище ориентировалось по запаху или звуку. Оно издало свист, а затем быстро и, как мне показалось, требовательно застрекотало. Феликс кивнул. Его лицо, освещенное падавшим сквозь узкое стрельчатое окно лунным светом, было бледным, обескровленным. На футболке расползались темные пятна. Хитиновые конечности чудовища пронзили кожу и проникали все глубже в тело. Из темноты вдруг выступил Игорь. По лбу у него струилась кровь. На щеке виднелись разводы. Я думала, если парень придет в себя, то задаст стрекача. Но он, не замечая меня, направился к монстру с длинной палкой в руках. Феликс заметил его, когда тот вступил в круг лунного света. «Гуля!» – закричал он, извиваясь в объятиях чудовища. «Не дай ему коснуться лица этой твари!» В ответ кольца хитинового тела сжались сильнее, и Феликс захрипел. «По договору я должна всеми силами защищать своего партнера, даже рискуя жизнью. К сожалению, я бы, конечно, с удовольствием понаблюдала за тем, как чудище раздавит Феликса. Но, увы, пришлось кинуться на помощь. Я метнулась к Игорю и сбила его с ног. Он выронил палку, и та покатилась по полу, наполовину зарывшись в листву. Тварь зашипела, ее человеческие руки с железными пальцами потянулись ко мне. «Виш!» Со свистом вырвалась из ее рта, напоминавшего жвала огромного насекомого. «Виш!» Так вот что бормотала бредевшая Полина. Она повторяла звук, издаваемый чудовищем. Должно быть, девушка заглянула в кирху и стала свидетельницей какого-то жуткого ритуала. Подозревая, что Игорь кормил монстром мертвецами, либо покупал тела в морге, либо работал там. Впрочем, наверное, и живых чудовищу поставлял. Недаром же в Тумильске время от времени пропадали девушки. Возможно, и его невесту ждала такая же судьба. Кажется, Полина подозревала жениха в неверности. Что если он пару раз в год знакомился сразу с несколькими девушками и заманивал их сюда? Хотя богатую невесту он, вероятно, припас для себя. Дочка бизнесмена, как-никак. Всё это пришло мне в голову, пока я уворачивалась от рук чудовища, которыми оно размахивало в попытках схватить меня. Игорь тем временем поднялся и подобрал палку. Надо было прикончить засранца сразу. Обнадёживало одно. Воспользовавшись тем, что монстр отвлёкся, Феликс сумел достать нож и теперь наносил в щели между хитиновыми пластинами один удар за другим. Тварь не была неуязвимой. Её тело развернулось, инстинктивно пытаясь избежать боли. Кольца разжались, и Феликс шлёпнулся на пол. Игорь подбежал к чудищу и поднял палку, пытаясь достать ею до железного лица. Он выкрикнул что-то на незнакомом мне языке. А это, кстати, редкость. Впрочем, теперь я полагаю, что это был древнеславянский. Тварь замерла. Полинин женишок ткнул концом палки ей в правый глаз и с видимым усилием поднял железное веко. Оно открылось, как у пластиковой куклы. Вспыхнул и несколько раз судорожно мигнул ярко-жёлтый зрачок. Листва и прочий мусор взметнулись и закружились во внезапно возникшем вихре. Я кинулась на Игоря и на этот раз впилась ему зубами в шею. Он заверещал и начал вертеться, пытаясь скинуть меня, но, конечно, силёнок не хватило. Когда мои вытянувшиеся зубы сомкнулись на его позвонках и раздался хруст, он рухнул на колени, пуская кровавые пузыри. Я перекусила ему позвоночник и вырвала приличный кусок мяса. В рот потекла тёплая кровь и голова аж закружилась на пару секунд. Но мне не удалось продолжить пиршество, потому что в мою спину впились железные, острые как копья пальцы. Я закричала, когда они пронзили плоть и скользнули между рёбер. Тварь подняла меня в воздух и поднесла к своему лицу, на котором горел жёлтый глаз. Стоило взглянуть в него, и силы меня покинули. Я обмякла, словно сломанная игрушка. Просто не могла пошевелиться. Ощущение беспомощности оказалось вновь. Впервые в жизни я испугалась. Чудовище могло сделать со мной всё, что угодно. Судя по найденной нами обглоданной фаланге, его желания походили на мои. Стать пищей для неведомой твари – последнее, что я могла предположить в своей судьбе. Кто-то счёл бы это забавным парадоксом, но когда висишь, пронзённый в нескольких местах и истекаешь кровью, не будучи в состоянии пошевелить даже губами, чувство юмора как-то не срабатывает. Серьёзно. Раздался выстрел, и жёлтый глаз замигал, словно лампочка, в которой засбоила напряжение. Грохнула ещё раз, и тварь откинулась назад, выпустив меня и издав пронзительный вопль отчаяния и боли. Я рухнула на пол. Одежда была мокрая от крови, раны горели. Оглядевшись, увидела стоявшего на коленях Феликса. В одной руке он держал фонарь, а в другой – пистолет. Похоже, пока чудище занималось мной, он отыскал оружие. К счастью, стрелял Феликс всегда на удивлении метко. Пару раз я пыталась отыскать его фотографию в интернете среди чемпионов по стрельбе, но не сумела. Либо он научился обращаться с оружием в армии, либо сам путём упорных тренировок. Я встала и, качаясь, направилась к Феликсу. Помогла ему подняться. Мы оба были в крови. «Что это за тварь?» – прохрипела я. Похоже, минимум один из пальцев монстра пробил мне лёгкое, ибо звуки вырывались изо рта со свистом и хлюпаньем. Вместо ответа Феликс сунул фонарь под мышку и протянул руку к моему ошейнику, намереваясь снять печати Малика, но я остановила его. «Не поможет! Эта тварь мне не по зубам! Я ведь не всесильно, знаешь ли! Ты ранена! Ерунда! Заживёт, как на... гиене!» Феликс заковылял к бьющейся на полу твари. Она была жива, хотя пуля, разумеется, прошла через глаз в голову. «Что это за монстр?» – повторила я. «Слышала про Вия?» не оборачиваясь, отозвался Феликс. «Вия? Да, конечно, Гоголь писал. Честно говоря, плохо помню. Давно читала». «Это он». «Вот это?» «Угу». Феликс протянул мне фонарь, а сам подобрал палку и начал обходить чудище со стороны головы. «Эй, ты что задумал?» насторожилась я. «Не собираешься же поднимать этому уроду второе веко? Когда он взглянул на меня, я...» «Надо выбить оба глаза», – перебил Феликс. «Ты права, место здесь дурное. Раньше тут находилось языческое капище, но не Перуна, а Велеса. Вий – его воплощение. Не знаю, как и почему, но он появился в кирхе и поселился под ней. На протяжении многих лет разные люди кормили его мертвичиной и живой плотью, как жених дочери нашего клиента. Я ошибся, полагая, что он был упырем или кем-то в этом роде. Не ожидал встретить здесь эту тварь. Потому и снял только три печати. «Помоги ко мне!» Феликс протянул палку к лицу монстра, но ему трудно было удержать её. Я поспешила подойти и тоже взяться за неё. Уверен, ничего другого не остаётся. «А это прикончит его?» «Надеюсь». Однако поднять века чудовищу нам не удалось. Она вдруг перестала кататься по полу, извиваться, перевернулась на брюхо и отскочила в сторону. На нас посыпался переставший кружится по церкви мусор. «Хватай его!» – крикнул Феликс. «Не дай ему забиться под кирху!» Мне ничего не оставалось, кроме как бросить фонарь и кинуться за чудовищем. С моими ранами двигаться было не очень сподручно. Будь я человеком, уже сдохла бы, наверное. Но дети и Блиса живучи, как золотоносные муравьи Донсара. Я схватила Вия за хвост. Вернее, за пару жёстких отростков, торчавших из него. Тварь зашипела и развернулась. Снова ко мне потянулись железные пальцы. Было ясно, что монстр может разорвать меня, как леопард-обезьяна. Я не стала этого дожидаться. Мельком заметив спешившего к нам Феликса, прыгнула вперёд и, пробежав прямо по хитиновым кольцам, рухнула чудовищу на грудь. Она была холодной и на ощупь действительно напоминала металл. Уродливое лицо показалось прямо передо мной. В одной глазнице зияла дыра, другую скрывала века. Я вцепилась в него и изо всех сил потащила вверх. Только не смотреть! Пришлось для верности зажмуриться. Когда пальцы Вия вонзились в меня с двух сторон, я закричала, выхаркивая в лицо чудовища кровь, но глаз не открыла. Над моим ухом раздался оглушительный выстрел, и я мгновенно оглохла, зато почувствовала, как ослабла хватка монстра. Повернув голову, взглянула на тяжело дышавшего Феликса. Он показал большой палец. Значит, всё было кончено. Он выбил чудовищу второй глаз, и оно сдохло. Я взглянула в железное лицо то ли славянского бога, то ли его жуткого воплощения, впрочем, не знаю, в чём тут разница и есть ли она. Разошедшиеся жвала, между которыми виднелся тонкий, покрытый наростом язык, острые пластины и две зияющие дыры по бокам от крошечного выступа, лишь слегка напоминавшего нос. Я поднялась. В ушах зашумело, словно они наполнялись водой. А потом я снова начала слышать. «Что будем делать с этой тушей?» Феликс усмехнулся и сел на хитиновый панцирь. «Претендуешь на неё?» — спросил он. «Нет, моей наградой станет женишок». Я взглянула в ту сторону, где остался труп Игоря. «Всё по договору». «Да, надеюсь, ты удовлетворена». «Буду, когда поужинаю». «Вия придётся порубить. Часть захороним, а часть предъявим клиенту. Голову, например». «Может быть, ещё руку?» «Ты в состоянии всё это проделать?» — скептически спросила я. «Не сейчас, позже». «Запрём кирху и поедем в больницу. Кажется, мне требуется врачебная помощь, и чем быстрее, тем лучше». «Сначала я поем. Надо восстановиться. Да и труп иначе начнёт гнить». «Конечно. Разве можно лишать Гуля заслуженной трапезы?» Феликс встал и заковылял к выходу. По дороге подобрал фонарь. «Не затягивай». Он никогда не оставался наблюдать за тем, как я ем, если мог избежать этого зрелища. Не знаю почему. Слабонервным Феликса назвать нельзя. Я направилась к трупу. Придётся по линии искать нового жениха, если она восстановится после пережитого шока. Впрочем, говорят, время всё лечит. А для неё папаша ещё и наймёт отличных психиатров. Выпустив когти, я сорвала с мертвеца одежду и принялась за еду. С каждым сожранным куском моё тело исцелялось и становилось сильнее, когда на полу остались кости. Из некоторых я высосала мозг и разбитый череп. Я была совершенно здорова и чувствовала себя просто прекрасно. Сверху донеслось хлопанье крыльев. Несколько ворон перелетели с деревьев на верхние незаколоченные окна кирхи. Что ж, они могут поживиться гигантской скалопендрой, если хотят и если сумеют добраться до её мяса. Я бы не рискнула вкусить плоти этого чудовища, но птицы не слишком разборчивы, как мне кажется. Впрочем, им заодно достанется труп женщины, привезённый Игорем. Жрать мертвечину, если есть свежая человечина, я не стану. Снаружи раздался автомобильный сигнал. Феликс подогнал джип и поторопил меня. Что ж, как раз вовремя. Я вышла из кирхи и направилась к машине. Феликс сидел на месте пассажира с голым торсом, на котором белели бинты. Он успел оказать себе первую помощь. «У тебя на лице кровь», — сказал он. «Неужели? Это не моя. Вытрясь!» Я послушно провела по губам и подбородку рукавом. «Так лучше?» «Ты поведёшь», — сказал Феликс. «Как прикажешь». «Замок защёлкнуло?» «Конечно. Вернёмся сюда через пару дней». «Нет, ты приедешь завтра утром и сделаешь, что нужно. Купишь в местном магазине лопату и топор. Нет, лучше возьми у Николая». «Ну, хорошо». Я надавила педаль газа, и джип покатил прочь от церкви. «Привезу я твоему бизнесмену голову этого Вия. Пусть хоть чучело из неё сделает и на стенку повесит. Надеюсь, не додумается. Руку тоже прихвати». «Слушай, перед тем, как эта тварь на нас свалилась, я слышала волчевой. Не собачий, точно тебе говорю». Феликс вяло кивнул. Появление Вия всегда предваряется этим звуком. Думая, в здешних лесах и правда водится пара волков. Видимо, они пришли в надежде поживиться останками трапезы. «Как вороны, которые слетаются». «Да, да, всё понятно». «Ну вот». Взглянув на Феликса, я поняла, что он вколол себя обезболивающе и постепенно отключается. В кармане у него по-прежнему лежали снятые с моего ошенника печати Малика. Как же сильно искушение забрать их и выбросить. Или просто перегрызть глотку этому человечешке, возомнившему себя охотником на чудовищ. Но договор! Он скреплён волей Иблиса и огнём Джоханнама. Я тяжело вздохнула и вывела джип на трассу. Сколько ещё нас ждало подобных схваток. Выживем мы или погибнем раньше, чем закончится действие договора. Сегодняшний случай показал, что всегда может встретиться противник, сладить с которым не так-то просто. Моя рука машинально коснулась места на груди, где засела воткнутая в меня Феликсом золотая игла. Древние верили, будто Гулю достаточно попросить кого-нибудь вытащить её, чтобы освободиться из рабства. Но не всем сказкам можно верить. Пока не истечёт срок контракта, она останется во мне, не причиняя боль, но держа в повиновении. Зато когда, наконец, все условия будут выполнены, она выйдет. И тогда... Феликс заворочался и вдруг уставился на меня, прервав ход моих мыслей. «Печати!» — проговорил он. Его рука скользнула в карман. Я слегка наклонилась к нему и приподняла голову. Нет, Феликс никогда ничего не забывал. В этом плане на него можно было смело положиться. К сожалению.